всем привет на канале Максима Тимохина сегодня ко мне попал аппарат так xiaomi redmi go модель m1903 c3 gg значит с проблемой заблокировали скорее всего заблокировали google аккаунт проблема была изначально в том что была бесконечная загрузка то есть я всего лишь зашел в recovery зажать значит кнопку громкости вверх на выключенном телефоне и кнопку включения удерживаем попадаем то есть телефон у нас включается загорается экрана отпускаем включение держим кнопку громкости вверх в общем попадаем recovery делаем сброс настроек и попадаем вот сюда на начало сейчас мы будем смотреть если в данное видео смотрите значит google аккаунт на этом устройстве заблокирован выбираем русский язык россия так давайте пройдем начальные настройки пропустить подключение к мобильной будем подключаться к вай-фай вводим пароль здесь достаточно должен быть простой метод так нажимаем подключить также сейчас у меня идет премьера нового видео это frp honor 20 в принципе я думаю это будет работать и на хонор 20 лайт и на хором honor 20 про на хонор 20 с к сожалению наверно нет потому что у него всего одна прошивка вот и других прошивок на него к сожалению нету нажимаем как настроить как новое устройство данный способ при помощи мрт dongle программатора то есть без программатора сделать ничего не удастся поэтому если есть программатор пользуемся если нету заказываем по ссылке в описании покупаем программатор с алиэкспресс с неплохой скидкой вот видим подтверждение аккаунта аккаунт у нас заблокирован далее нам никак не нажать ну соответственно сразу давайте попробуем первый самый простой метод это вызов клавиатуры и удержание кнопки глобуса здесь у нас языковые настройки добавить клавиатуру любой язык со стрелкой вправо пусть это будет видели дальше что произошло нас просто выкидывает раз попробуем еще раз зажимаем значит клавиатуры по-моему у меня такое было когда-то допустим аймара три точки справка отзыв и попадаем в помощь здесь выбираем либо в принципе один пункт а свитого функции свечи акцесс по моему здесь один пункт окошком ютюба подгружается youtube нажимаем кнопку play грузия подгружается видео у нас появляется название видео щелкаем по этому названию и попадаем youtube youtube гол так чтобы посмотреть видео нужно зарегистрироваться switch access for android похоже здесь какие-то свои у нас нюансы и хитрости добро пожаловать youtube гол хотя может быть все и стандартно язык выберите язык интерфейса русский английский мы выбираем русский добавить аккаунт google ну и вот да у нас сразу же вылетает такая проблема то есть мы идем сразу на проверку аккаунта что ж давайте попробуем кто-нибудь сделать иначе здесь цельные возможности так давайте попробуем через толкбэк хотя мы кажется это тоже на самом деле нажимайте на экран до тех пор пока не услышите сигнал нажимаем не слуху режим специальных возможностей включен еще три шага так ну что-то я не вижу чтобы они были включены давайте попробуем посмотреть все добавить сеть вводим себя что-нибудь выбрать все вида у нас нет отправить не поделиться когда пробуем опять назад опять в толкбэк что-то мне кажется здесь свои какие-то заморозки хорошо где же сам толкбэк как же он включен и сам не включен интересно так видимо здесь свои какие-то нюансы о которых я не знаю так как эта модель мне попалась впервые и по нему я роликов не смотрел дать поставлю на паузу и продолжим итак продолжаем нажимаем начать мы можем через толкбэк попасть в принципе в youtube можем да здесь действительно есть пара нюансов идет нам youtube нам не попасть так как используется здесь youtube гол и через него нам не удастся ничего сделать нажимаем языковые настройки снова добавить клавиатуру любой язык со стрелкой вправо справка отзыв о функции switch access мы увидели да что мы не можем попасть никак здесь просто нажимаем поделиться и здесь у нас есть браузер ведь есть все гол джемейл гол гугл гол youtube гол выбираем google гол нажимаем использовать без аккаунта здесь нажимаем на допустим условия использования прошу прощения нажимаем готова далее ну вот принципе мы попали так youtube гол мы попали на нажимаем на любую ссылку тогда и мы переходим в принципе в браузер здесь нажимаем вот эти три полоски и открыть в браузере все мы попадаем в полноценный хром нажимаем продолжить далее выбираем яндекс окей нажимаем пропустить вход в chrome так и мы в принципе в обычном браузере теперь заходим на сайт моего коллеги теле точка рут на теле .ру теле дед .ру надо бы тоже завести сайт свой так попадаем на сайте лет нажимаем три полоски файлы файлы так рекламу закрываем и полоски закрываем так попали файлы да и здесь у нас есть статья файлы необходимые для снятия блокировки фрп нажимаем по ней листаем вниз и как уже было отмечено моим коллегой то есть 1 из 6 и 2 пока нам никак не установить поэтому скачиваем фрпром нажимаем далее разрешить скачать нажимаем ok файл скачен теперь скачиваем quick circuit maker нажимаем ok и нажимаем открыть но не тут то было еще раз скачиваем скачать нажимаем скачать и нажимаем уже по названию самого файла который в виде ссылки у нас все файл открывается нажимаем настройки разрешить установку неизвестного источника один раз нажимаем назад и установить приложение установлено нажимаем открыть переходим приложение ищем настройки выше вот настройки просмотреть так здесь мы идем в пункт у нас там безопасность аккаунты местоположение защиты найти звуки настройка точнее так где-то у нас должен быть вот приложение администратора устройства найти устройство отключаем нажимаем отключить приложение администратора нажимаем назад назад идем в приложение и уведомления здесь показать все приложения ищем здесь сервисы google play вот они заходим в хранилище управление местом значит так удалить все данные но здесь я как смотрю ничего в принципе ты нету как бы но вроде есть показывает по нолям так интересно что то у нас тут подвисло данные в поиски очистить кэш но данных у нас тут 20 мегабайт почему они у нас не удаляются это вот загадка удалить все данные окей и он не удаляет ничего странно странно но давайте так попробуем сейчас отключить остановить опять заходим в хранилище очистить кэш но стереть данные мы не можем интересно не знаю поможет нам это или нет но попробовать стоит далее выходим назад хотя у телефоне redmi go модель m19 33 гг android 810 патч безопасности 5 ноября 19 года выходим назад назад здесь значит открываем chrome просмотреть мы снова на сайте михаила плюс к моего коллеги и снова скачиваем фрп ром теперь уже к нам нажимаем по названию файла и устанавливаем его нажимаем далее далее установить открывать мы его сейчас не будем нажмем просто готова ждем окончания установки подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если данные видео вам поможет буду очень благодарен если отблагодарите копейки на карточку сбербанка желательно для развития канала по сути это моя основная работа нажимаем готова так снова устанавливаем заходим по стрелочке красный скачаны и файлы нажимаем клуб черкут нет он нам не даст надо опять скачивать да значит скачать нажимаем по нему установить нажимаем открыть переходим опять в приложение и настройки настройки просмотреть теперь идем в аккаунты так отмена добавить аккаунт и видим значок старый значок google выбираем аккаунт идет проверка брошу прощения отсидел себе ногу и вводим сюда любой существующий аккаунт от которого вы знаете пароль так нажимаем далее и теперь вводим пароль так пароль проверил ввел верно нажимаем далее нажимаем принимаю все аккаунт у нас добавлены на это окошко внимание обращаем либо таким сторону куда-то мимо него либо она сама пропадает выходим назад теперь ни в коем случае не перезагружаем сейчас телефон так как вы получите бесконечную загрузку и вы не сможете пройти аккаунт проверку аккаунта google то есть он все время будет зависать вам приходит придется перезагрузить телефон сбросить точнее настроить через рекавери и все это проделывают заново поэтому заходим приложение уведомления и включаем сервис google play который мы отключили до этого нажимаем показать все приложения так здесь все приложения и отключенные выбираем сервис google play и просто включаем их все сервисы запущены давайте еще раз проверим да все запущено ну и теперь просто перезагружаем наш телефон буквально совсем недавно заказывал себе около трех недель четырех недель назад и мир такие программатор вот он ко мне приехал сегодня с не всего помощью разблокировал как я уже говорил хонор 20 на десятом андроиде с помощью михаила плюс к опять же то есть поделился мной файлами необходимыми для разблокировки но у михаила не было ну как данного телефона хонор 20 чтобы снять нужное видео кстати заказывайте мрт по ссылке в описании комплекте с мрт идут вот такие вот провода для разблокировки отладочные провода с переходниками избитой psy соответственно все видите сами нажимаем пропустить идет проверка настроить как новое устройство видим на пись аккаунт добавлен мой аккаунт который сейчас водил добавился нажимаем далее то есть фрп ром это специально подготовленная программа специально подобранная версия для обхода блокировки нажимаем здесь не сейчас все равно пропустить так ну и здесь нажимаем нет ваш ассистент от google сейчас не нужно нажимаем принять ми сервиса значит здесь нажимаем далее идет загрузка приложение здесь может быть глюк здесь он может нас бесконечно загружать что-то и мы можем отсюда вообще никуда не выйти сейчас поэтому придется перезагрузить телефон скорее всего что-то тут назад видите не нажимается здесь у нас тоже ничего не нажимается так так здесь надо было немножко подождать все таки у нас прогрузилась эта фигня просто ждите нажимаем нет спасибо почти все готово там принципе ничего то что я потыкал может это как-то повлияло но в итоге он пропустил дальше требуется разрешение разрешения памяти для чего для минт-лаунчера давайте пропустим все мы на рабочем столе google аккаунт мы разблокировали так здесь у нас здесь нужно обновить удалить приложение фрп байпас давайте зайдем просто в настройки так настройки давай давай заходим в приложения эти у нас тут постоянно будет сейчас эта ошибка менять туда-сюда будет появляться периодически поэтому заходим в фрп байпас программку которым устанавливаем нажимаем сразу удалить ну и тот же крюкчер катмейкер тоже можно удалить уже нам это все больше не понадобится и не забываем выйти из аккаунта google который мы добавили выходим назад назад так я переборщил один раз лишний нажал назад телефон конечно не старенький очень подтормаживает заходим в аккаунты выбираем свой аккаунт если это делаете для себя можете оставить если для клиента или для друга там кого-то не важно ну удаляем естественно аккаунт все аккаунт удалили резервных копий нету так он начал мне как раз тут все моя подгружать с почты так есть такая что за фигня конкретно глючит этот телефон надо никуда не входить а почему он все так же показывает максим аккаунту для пользователя максим просто как пользователями зато зафиксировал ладно заходим еще допустим сброс настроек удалите данные сброс к заводским настройкам чтобы уж совсем был наш телефон как новый ну в принципе все после перезагрузки снова настраиваем свой телефон ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал с вами был максим тимохин всем пока